ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Родители в школу. Казахстанские власти решили создать общенациональную систему электронных дневников, а заодно и заработать на родителях. Последние резко против. Почему мой ИИН привязывают к этому электронному дневнику, а не, например, хотя бы электронную почту или номер телефона? Все-таки ИИН – это личные данные. Неблагонадежное обучение. Власти Турции обвиняют популярный кыргызский вуз в поддержке терроризма. Ректор полагает, что всему виной сиюминутные политические веяния. Я уже не воспринимаю всерьез это. Я думаю, что говорить правду и вести диалог можно только в настоящей демократической и уважающей права человека стране. Пой, моя гитара, пой. Президент Туркменистана исполнил собственную песню перед сотрудниками нового завода. Садись, два. Многие новые школы Кыргызстана построены с неприемлемыми дефектами. Стены рушатся, родители волнуются, учеба стоит. Вот видите, все сыпется, рушится. Мы заметили эти недостатки и показываем строителям их некачественную работу. Авиасообщение между Таджикистаном и Узбекистаном возобновляется спустя 25 лет, пока речь идет об одном полете в неделю из Душанбе. Представители таджикской авиакомпании «Сомонеир» на пресс-конференции сообщили, что первый технический рейс из Душанбе в Ташкент состоится 10 февраля. А уже с 20 февраля начнутся регулярные пассажирские рейсы. Продажа билетов на новый рейс началась 1 февраля по цене 1164 «Сомонеир». Это примерно 150 долларов. Пока полеты будут совершаться только по понедельникам. Но, как сообщило руководство авиакомпании, в летнем сезоне количество полетов планируется увеличить до двух раз в неделю. Все производственные вопросы по информации «Сомонеир» будут решены с представителями Ташкентского аэропорта и авиакомпании «Узбекистан-Хавой-Юларе» в ближайшее время. Сегодня мы можем официально сообщить, что первый полет состоится 10 февраля в 10 часов утра. Это будет чартерный полет. На борт поднимется лишь небольшая официальная делегация и несколько пассажиров. В Ташкенте мы намерены уладить все необходимые вопросы и окончательно поставить точку в вопросе постоянного расписания. В Ташкенте и его окрестностях проживают более 2 миллионов человек. Так что мы надеемся на развитие отношений между странами и на большой интерес к нашим полетам. Ведь это всего 45 минут лета. Руководство авиакомпании «Сомонеир» также планирует обсудить с узбекской стороной открытие такого же количества рейсов из Ташкента самолетами нацкомпании «Узбекистан-Хавой-Юларе». Однако, как сообщили ее представители таджикской службы радио ОЗОДИ, о начале полетов из Душанбе узбекский авиаперевозчик узнал из международных СМИ. Пока же руководство «Узбекистан-Хавой-Юларе» не приступило к осуществлению каких-либо действий в рамках паритетных полетов. В школах Казахстана внедряют электронные дневники. Теперь родители смогут следить за успеваемостью своих детей в режиме онлайн. Однако, как выяснилось, доступ к школьной базе данных могут иметь и посторонние, к примеру, рекламодатели. Родители также не устраивают, что для регистрации электронного дневника требуются их конфиденциальные данные. Какие еще сюрпризы приготовило Министерство образования Казахстана? В репортаже Айнур Коскиной. В Казахстане в спешном порядке пытаются внедрить базу данных школьных оценок под названием «Кунделюк Кейзет». Директорам школ, похоже, поставили жесткие рамки. Классные руководители экстренно проводят родительские собрания и говорят о необходимости регистрации в новой системе. Для этого у родителей запрашивают все личные данные – номер удостоверения личности, адрес проживания и даже индивидуальный идентификационный номер. Почему мой ИИН привязывают к этому электронному дневнику, а не, например, хотя бы электронную почту или номер телефона. Все-таки ИИН – это личные данные. В принципе, мне вот сейчас этот электронный дневник не нужен. Мой ребенок учится в третьем классе, я прекрасно знаю, как он учится. У него есть этот бумажный дневник. Внедрением электронного дневника, обязательным для всех государственных школ, занимается частная компания, а не Министерство образования. Министер образования подчеркнул, что никто не вправе принуждать родителей и школьников к регистрации на сайте Кунделек Киезет. Если вы как родитель не хотите, регистрируйтесь. Не регистрируйтесь. Государство на эти средства, на эти цели денег не тратило ни копейки. Электронный дневник – это частная инициатива компаний, которые видят в этом преимущество какого-то определенного рынка. Уполномоченный по делам ребенка в Республике Казахстан депутат парламента Загипа Балиева полагает, что ответственность за внедрение онлайн-дневников лежит на Министерстве образования. Образование – это обязанность государства, поэтому необходимо соблюдать госстандарты. Любая частная компания не может прийти в школу и сказать «я буду внедрять то или это». Сперва они должны получить разрешение у родителей. Второе – нужно соблюдать права ребенка, поэтому Минобразование не должно допускать такого. У жительницы Астаны Асилима Бельдиновой в школе учатся трое детей. И всех троих одновременно зарегистрировали на сайте электронного дневника. Когда я зарегистрировалась на Кунделек Кейзет, я вошла на сайт и удивилась тому, что это практически та же самая социальная сеть. Нужно загружать фото профиля, можно предлагать и принимать дружбу, можно загружать музыку. В общем, мало чем отличается от сети ВКонтакте. Далее оказалось, что Кунделек Кейзет вправе передавать все данные моей и моего ребенка третьим лицам для размещения рекламы. В случае людей у зерной жарной масметки зугрейки. И вот неожиданность. Родители даже не предупредили, что через месяц пользование электронным дневником станет платным. Для просмотра оценок необходимо подключить опцию рейтинга ученика в классе. На этом собственник сайта может заработать от 5 до 10 миллиардов тенге, а это от 15 до 30 миллионов долларов в год. При этом труд педагогов, похоже, не учитывается. Сегодня существует параллельно две формы дневника. И бумажная не отменена, и электронная. То есть учитель, получается, за ту же самую заработную плату классного учителя в 5 тысяч тенге, он должен дважды заполнять два документа. Надо иметь в виду также, что не у каждого учителя есть ноутбук на уроке или доступ к компьютеру и доступ к интернету. Электронные дневники в Казахстане действовали и раньше. В некоторых регионах школы пользовались разработками местных IT-компаний. Теперь частная компания, созданная всего 9 месяцев назад, сведомо Министерство образования решило объединить всех в единую сеть. Кунделек Кейзет создан на базе платформы Дневник.ру. Поэтому и оплата за услуги сайта будет из тенге конвертироваться в российские рубли. Вводимый дневник, он противоречит тем принципам, которые сегодня объявляет Министерство образования и науки. Когда говорит о том, что у нас будет индивидуальный подход, что у нас будет учитываться состояние, психическое состояние ребенка. Здесь тоталитарный контроль за ребенком. По информации, опубликованной на сайте Кунделек Кейзет, в скором времени там будет зарегистрировано полтора миллиона учеников и более двух миллионов родителей. Почему информационная безопасность самых беззащитных граждан страны детей отдана российскому разработчику, на этот вопрос министр образования так и не ответил. Айнур Коскин, организат Успанов, настоящее время. Прокуратура Стамбула обвинила один из самых популярных вузов Кыргызстана в подготовке террористов. Турецкий надзорный орган включил университет Ататюрк Аллатоо в список образовательных учреждений, в которых якобы распространяют ультрарадикальные идеи. Частный университет связывают с Фитулахом Гюленом, которого власти Турции считают организатором попытки переворота в стране летом прошлого года. Как на обвинения отреагировали в УЗИ и что об этом думают эксперты, узнавала Джибек Бегалиева. Усман Гюкалб живет в Кыргызстане много лет. За это время вспоминает ректор университета в его родной Турции учебные заведения, в чем только не обвиняли. Писали, что здесь готовят агентов американской разведки, занимаются распространением наркотиков и даже продажей оружия. Я уже не воспринимаю всерьез это. Я думаю, что говорить правду и вести диалог можно только в настоящей демократической и уважающей права человека в стране. Что-то доказывать властям Турции Гюкалб пока не спешит. На родине профессора может ждать заключение. В ближайшие годы, говорит ректор, возвращаться домой он не собирается. То, что происходит сейчас, результат политических изменений в стране. Пять лет назад те же люди, те же газеты писали, что мы герои. То, что пишут турецкие СМИ об их университете, обсуждают и студенты. На какой из лекций, по мнению прокуратуры Стамбула, им прививают террористические идеи, студенту второго курса Айбеку не очень понятно. Когда я услышал это в первый раз, мне стало смешно. Мне кажется, они это просто придумали. Я учусь здесь второй год, я бы заметил, если бы у нас что-то было такое. Конечно, я бы ушел отсюда. Эксперты по религии утверждают, исламского компонента в учебной программе вуза нет. Поэтому и речи о распространении террористических идей идти не может. Даже возможная связь университета с опальным турецким проповедником, по мнению экс-главы госкомиссии по делам религии, не представляет опасности. Идея очень популярная, в идеях ничего такого нет. Если есть, пускай нам дадут, покажут. Работает Гулена, очень много работ. Я читал ряд книг, у него каких-то экстрем... Наоборот, кто первым заявил, что мусульманин не может быть террористом, террорист не может быть мусульманином. Это было Гуленд заявление. Других заявлений власти Турции пока еще не делали. Мед Кыргызстана отправил официальный запрос турецким коллегам. Процедура может затянуться на несколько дней. Они, видите, очень хитро через прокуратуру местную Стамбула. Если что, Анкара может сказать, нет, они не правы. Если бы Анкара это сказала, это было бы очень серьезно. А так они, видите, через отходную себя оставляют. Так, по словам политолога, власти Турции решают сразу два вопроса. Образ врага создается. Вот мы в окружении, гуленовца везде. И это позволит провести референдум. Нормально, как надо. Во-вторых, создается напряжение в Кыргызстане попутно. После охлаждения отношений с Кыргызстаном Турция пытается повлиять на старт президентской гонки в этой центрально-азиатской стране, считает Цариев. Сотни наших студентов там работают, занимаются бизнесом, семьи туда приехали, и вдруг они все террористы. И кто будет виноват, напряженка где будет? У нас будет в Кыргызстане. В самом университете тем временем учеба по расписанию. Забирать документы из вуза ни один студент пока не собирается. Джебек Бегалиев, Азат Антымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. В Туркменистане продолжаются аресты популярных артистов эстрады. Как сообщает туркменская служба радиосвободы Азатлык, известный в республике певец Палван Халмурадов, приговорен к семи годам лишения свободы за незаконные валютные операции. Первые слухи о том, что у него возникли проблемы, появились осенью прошлого года, якобы из-за исполнения песен на религиозные темы. Халмурадов не первый представитель туркменской эстрады, осужденный за последние несколько месяцев. Еще один популярный туркменский певец Назир Хабибов в октябре прошлого года был приговорен к 15 годам лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Как утверждают источники радио Азатлык, Хабибов стал жертвой обстоятельств. Другой известный певец Хаджи Язмамедов был арестован в ноябре прошлого года. Но по данным радио Азатлык, он был выпущен на свободу через несколько дней по просьбе влиятельного в стране человека. Тем временем туркменскую эстраду продолжает покорять президент республики Гурбангулы Берды Мухамедов. Он написал очередную песню и под собственный аккомпанемент исполнил ее перед рабочими завода. За его творчеством наблюдал Александр Касаткин. На недавней встрече Берды Мухамедова со строителями завода по переработке природного газа состоялся импровизированный концерт. Сначала перед лидером нации выступили сами рабочие. Какое впечатление на президента произвела заводская самодеятельность, неизвестно. Однако можно сказать, что аккомпанировали себя артисты на совершенно расстроенном инструменте. После такого начала выступление действующего президента со своим новым хитом было воспринято рабочими на ура. В Туркменистане продолжается предвыборная президентская кампания. Напомню, что кроме Берды Мухамедова в предвыборной гонке участвуют еще 8 малоизвестных кандидатов. Выборы назначены на 12 февраля. А до настоящего времени ни одни выборы в Туркменистане не были признаны международными организациями свободными и справедливыми. Далее в программе. Садись 2. Многие новые школы Кыргызстана построены с неприемлемыми дефектами. Стены рушатся, родители волнуются, учеба стоит. Вот видите, все сыпется, рушится. Мы заметили эти недостатки и показываем строителям их некачественную работу. В Киеве на Майдане прощались бойцами, которые погибли в результате боевых действий на Донбассе. Это 7 военнослужащих. Среди них военные из 72-й механизированной бригады. На площади собрались сотни людей. Со словами «Герои не умирают», полплощади стояло на коленях. Герои не умирают! Герои не умирают! Герои не умирают! Напомним, что обстрелы города Авдеевка усилились в воскресенье утром и продолжаются уже четвертые сутки. В результате обесточивания и остановки фильтрационных станций без воды и тепла могут остаться Донецк, Авдеевка, часть Макеевки и Ясиноватая. Об этом сообщает в Твиттер специальная мониторинговая миссия ОБСЕ. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что только спустя три дня после эскалации конфликта Киеву удалось договориться с Москвой о режиме тишины. По его признанию, это произошло в результате постоянных контактов руководства Украины с иностранными партнерами. Я думаю, это давление как раз и способствовало сегодня установлению режима тишины. За это время нам хотелось бы обеспечить четыре ввода электроэнергии, восстановить обстрелянный канал Северский Донец и запустить работу Донецкой фильтровальной станции. Также, конечно, нужно предоставить помощь людям, особенно в промзоне, чтобы они хотя бы провели какой-то ремонт в домах, застеклили окна. Сегодня идет помощь из областей. Премьер-министр подтвердил, что готов 24 часа в сутки предоставлять Авдеевке необходимую помощь. Накануне утром из Авдеевки началась эвакуация жителей города. Их вывозят автобусами в Светогорск и Мариуполь. В первую очередь эвакуируют детей. Тут страшно жить немного. И холодно. Сильно стреляют. И холодно, да. Отправляем 186 детей. Это всего, да? Да. Но люди прибывают. Прибывают? То есть они приходят сюда, знают, что здесь отправляют? Да. Все организовано. Списки вчера формировались. Кто вчера не успел или не знал, сегодня подходит. И всех мы отправляем. Места для всех хватает? Да. Но некоторые отказываются уезжать. А нам ехать некуда. У нас нет денег. Мы будем здесь. Оказывается, детей отправляют? Нет, мы не поедем все равно. Почему? Мы не хотим никуда ехать. Мы уже побыли в Славянске, с нас хватит. Мы нигде никому не нужны. Не хочу я никуда уезжать. Я люблю Авдеевку очень сильно. Минобороны Украины опубликовала в Фейсбуке кадры, на которых видно, как женщина эмоционально разговаривает с украинскими бойцами. Она просит их не уходить из Авдеевки. Мне не идти уже по мне, по мне, по мне, пожалуйста. Не по мне, все нормально. Ой, спасибо. Я это вам говорю. Ой, мама, помогите. Вы спокойно. Сидите, покушайте. Посидите, чай, попьете. Спасибо. С нашей редакцией поделился видео военный капеллан Геннадий Лысенко, который сейчас находится на линии огня. Вчера днем в Авдеевке беспрерывно слышны были звуки выстрелов. А здесь их раненый есть. Вот так горит. А эти кадры сделаны этой ночью. Снаряд попал в жилой дом. В результате обстрелов в Авдеевке погиб еще один человек. Это женщина 55-го года рождения. Об этом сообщает глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброскин. Он также поделился фото разрушенных домов. Ранее Аброскин сообщал, что в результате обстрела в среду был ранен один человек. Из-за обстрелов из градов в среду повреждено было около 20 домов. За четверо суток в Авдеевке ранены 7 мирных жителей. Тем временем в Минске началось заседание трехсторонней контактной группы по решению конфликта на востоке Украины. Об этом сообщает Дарья Олифер, пресс-секретарь представителя Украины в этой группе Леонида Кучевой. Госдепартамент США распространил официальное заявление с призывом немедленно прекратить боевые действия на востоке Украины. Также в документе говорится о недопустимом всплеске насилия в районе Авдеевки. Начиная с 28 января, специальная мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, сообщила о резком увеличении числа обстрелов, в том числе с применением тяжелой артиллерии и других видов оружия, запрещенных Минскими соглашениями. В результате боев убиты и ранены десятки украинских военных. Жертвами стали также 10 мирных жителей. Обстрелы оставили без воды, тепла и электричества 17 тысяч мирных жителей, в том числе 2,5 тысячи детей. Ученики одного из сел Ошской области Кыргызстана не могут начать занятия в новой школе. Строительство учебного заведения еще не окончено, но в классах уже прогнили полы и осыпалась штукатурка. Аналогичная ситуация и в новой школе в Иссык-Кульской области. Там детям из-за некачественного строительства продлили зимние каникулы. Шавкат Тургаев с подробностями. Когда жители села Темир-Казык узнали, что у них построят новую школу, их счастью не было предела. Но радость была недолгой. Здание еще даже не достроили, а оно уже начало рушиться. Вот видите, все сыпется, рушится. Мы заметили эти недостатки и показываем строителям их некачественную работу. Злосчастную школу строят уже три года, да никак не построят. За это время в кабинетах успели прогнить полы, на стенах осыпается штукатурка, кровлю тоже построили с нарушениями. Когда дети впервые сядут за парт, неизвестно. Мы сейчас пытаемся устранить недочеты не из денег, которые выделило государство, а за счет компании-застройщиков. Получить комментарий у руководства стройкомпании Технолайн не удалось. Впрочем, фирма в кавычках «известная» уже успела отличиться. После Ожской трагедии компания строила новые дома, которые в буквальном смысле уходили под землю. Дефекты обнаружены еще до открытия школы. Управление образования Ноокатского района направило письмо в районную администрацию. Год назад там создана комиссия по устранению недостатков. На строительство школы власти выделили порядка одного миллиона долларов. Как компания-застройщик будет отчитываться перед государством, непонятно. Все замечания она игнорирует. А эта школа находится в Иссык-Кульской области Кыргызстана. Она тоже новая. Сдали ее в эксплуатацию еще в прошлом году. Но стены, потолки и окна от сырости покрылись плесенью. Плесень кругом. Это мы уже немного почистили. Раньше вообще было страшно смотреть на стены. После Нового года из-за жалоб учеников и их родителей занятия приостановили. Застройщики за это время пообещали сделать ремонт. Как оказалось, уже не в первый за последнее время. В прошлом году было то же самое. Тоже делали покраску, побелку. Тогда ремонт делали летом. С приходом холодов снова появилась плесень. А в декабре проводить занятия было уже невозможно. Я обратился к руководству района, чтобы отпустить детей на вынужденные каникулы. В строительной компании посетовали на неудачное расположение школы. Все проблемы якобы из-за болотистой местности и то, что школу отапливают недостаточно хорошо. Районные власти с этим не согласны и пообещали разобраться. Мы создали рабочую комиссию. Она сейчас ведет расследование. Позже сделает заключение. Теперь компании «Авангардстрой» по всей видимости заново придется отчитаться перед государством о проделанной работе, на что конкретно были потрачены порядка 600 тысяч долларов. Устранять недочеты, скорее всего, она тоже будет за свой счет. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра. В это же время всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова